Итак, Евгений, заключительный вопрос от Ирины, мне кажется, он такой достаточно интересный и, возможно, у многих даже скептиков он возникает. Интересует мнение о картах двойняшек и близнецов. Почему настолько разные личности рождаются, близнецы или двойняшки, хотя разница в рождении всего несколько минут? — Знаете, я как поклонник исследования считаю, что надо по-хорошему какое-нибудь приличное исследование провести на эту тему, взять хотя бы несколько десятков карт. Я со своим другом, который у меня красный диплом МГУ, который там кандидат в физмат-наук, преподает в университете и все такое, я с ним беседовал и говорил, Серега, сколько достаточно карт, как ты считаешь, чтобы мы получили какой-то первый эффект? Он говорит, в принципе, 30-35 можно взять и ты уже будешь получать какой-то эффект. Я делал исследование по солярам. Делаешь 5 карт, видишь какую-то тенденцию, думаешь, ты сделал открытие. Сделал 10 карт, проанализировал, понимаешь, что тенденция твоя сломалась. Сделал 20 карт, понял, что тенденции не было. Сделал 30 карт, понял, что все факторы повторяются. Сделал 40 карт, все факторы повторяются. 50 карт, все факторы повторяются. Я за исследование, безусловно, надо когда-нибудь взять и происследовать этот вопрос. И надо понимать, что мы не живем только в мире космических влияний. На нас действуют социальные влияния, социальные факторы. Это очень важно. У нас действуют какие-то законы генетических влияний, которые я лично не изучал. Я не изучал эти хромосомы, яйцеклетки, как это происходит, кому гены какого родителя передаются. Возможно, часть ответов там, не в гороскопическом влиянии. Кому-то передался генотип какой-то набор папы, кому-то мамы. Это, может быть, один из ответов на вопрос. Если родился мальчик или девочка, то у нас мужской и женский гороскоп отличаются, естественно. То есть для меня этот вопрос валиден. Если родилось два мальчика, там они однояйцевые близнецы, если я, извините, правильно терминологию применяю, и у них разница в рождении одна минута. Вот тогда это вопрос у нас, как это может работать, что они очень разные. Когда мне первый раз сказали, что при кесаревом сечении разница между детьми была две минуты, я очень сильно удивился. Две минуты, я считал, это прям совсем маленький промежуток. В общем, если мальчик-девочка, можно не так удивляться, потому что программа жизни девочки идет больше там по женским планетам. Луна-Венера. Программа жизни мальчика по мужским планетам. Солнце-Марс. Я даже встречал такую идею очень красивую. Как могут почти одновременно родиться там брат и сестра, близняшки и все такое. Абсолютно разные жизни. Идея была в том, что они вдвоем вместе проживают гороскоп. Если вы их объедините вдвоем, вы получите тот гороскоп, который у них. Но он проживал, мальчик, одну половину, какую-то там социальную, солнечную, а девочка проживала вторую. Поэтому на поверхности, вы говорили, они абсолютно разные. А астролог, глядя на карты, пришел к выводу, что, знаете, если их объединить, это и будет вот эта вся карта. То есть они как такие неразделяемые сущности, неразделяемые половинки. Их нельзя разделять, может быть. Но, тем не менее, физически они разделены. А вот если два мальчика и разница одна-две минуты, и одни родители, и однояйцевые близнецы, и они там сильно разные. Вот таких примеров бы штук 20 набрать и поизучать. Потому что, если спрашивают, а почему разная судьба, когда вот в одном роддоме родились в одну минуту-секунду в одном месте, да, по идее, гороскоп тот же самый. Но генетика родителей разная. Сами синастрии младенцев с родителями разные. А синастрии очень влияют. И поэтому, конечно, у людей жизни разные. Просто гороскоп не единственный фактор, который на нас влияет. А вот когда родители те же, и две минутки разница, вот тогда надо бы поизучать эти примеры. Ну и, может быть, астрологу хорошенько придется изучить какие-то исследования генетиков. Потому что, на самом деле, чем мне нравится астрология, тем, что заставляет изучать английский язык, погружаться немножко во французский, если надо, там, в немецкий. Например, черная луна на немецком луна негра. Так прям звучит, хотя точка очень сложная, но луна негра вообще. Немецком луна мужского рода. Вы когда погружаетесь в эту лингвистику, у вас много удивительных открытий. Мне астрология нравится тем, что она толкает к культурному развитию, историческому развитию. Я из-за интереса к астрологии создал себе базы данных, ну, наверное, на 3000 лет, на все века. То есть, начало на 20 век, 19 век, 18 век, дальше, 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 дальше. Потом меня рождение пророка Мухаммеда заинтересовало, я на 6 век. Потом, когда был основан Рим, когда были основаны Афины, Ереван там на 30 лет старше, чем Рим. То есть, когда вы в астрологии, это очень толкает вас к культурному, интеллектуальному развитию, к изучению истории, там, своей страны и не своей. И это то, что я, наверное, очень люблю, если честно. Ну, я персонально, я очень люблю закапываться в историю, смотреть мунданные циклы, изучать там карты известных людей. Там Станиславский мне понравился, который на самом деле не Станиславский, а Алексеев, по-моему. Вот этот культурный такой драйв, который дает астрология, ну, я получаю удовольствие, ну, и возможность понимать там страны, города, развитие там любого века. Это ужасно увлекательно, ужасно интересно, и вот это все я стараюсь передавать студентам. Так что астрология вас меняет. И поступив там в сентябре, очень многие говорят, что близкие меня уже в январе не узнают. Я начинаю думать, начинаю считать, начинаю размышлять, давать комментарии и так далее. Самое главное, что этому можно научить. Очень захватывающе, я думаю, те, кто сомневался, уже побегут учиться астрологии, потому что это возможность еще и получить такое культурное, интеллектуальное развитие, помимо качественных и глубоких знаний в области астрологии. Здорово. Евгения, спасибо вам огромное за сегодняшнее интервью. Мне было невероятно интересно. Для меня время пролетело вообще там как одно мгновение. Очень такое повествование у вас, влюбляющее в себя. Спасибо огромное. Предмет. Главное, предмет. И предмет, да. Я думаю, мы еще с вами обязательно как-нибудь организуем какой-нибудь интересный вебинар, возможно, там о будущем или еще какую-нибудь актуальную тему возьмем для обсуждения. Приятно было поболтать. В общем, до связи, до связи на вебинарах. Евгения, большое спасибо. За вопросы, за интервью будет желание. Будем продолжать. Спасибо большое.